СНБЦ, прогнозируя цены на нефть, российский министр энергетики смотрит на долгосрочные факторы, а не на твиты Трампа Наташа Турак, Сэм Мередит СНБЦ, США 13 сентября 2019 года, министр выступил с комментариями вскоре после завершения заседания совместного министерского мониторингового комитета в Абудаби На нем члены и союзники ОПЕК договорились попросить страны, увеличивающие добычу нефти сверх нормы, вернуться к согласованным объемам Коалиции в составе членов ОПЕК и партнеров этой организации, не входящих в ее состав, ее иногда называют ОПЕК+, проведет следующую встречу в Вене в начале декабря На ней будет решаться вопрос о том, нужны ли какие-то дальнейшие действия для стабилизации нефтяных рынков в 2020 году Российский министр энергетики Александр Навак заявил в четверг, что уделяет больше внимания долгосрочным рыночным факторам, а не твитам президента Дональда Трампа Когда ведущая CNBC Хадли Гэмбл, Адли Гамбли, спросила Навака его реакции на высказывания американского президента в социальных сетях, где тот часто критикует политику ОПЕК, неожиданно вызывая волнение на рынках Отвечая, министр сказал, знаете, мы смотрим на все факторы, которые так или иначе влияют на цены Особенно для нас важен баланс между спросом и предложением Что касается заявлений Трампа, то мы видим, что во время заявления цена поднимается или снижается, но через какое-то время возвращается туда, где была, добавил он, давая эксклюзивное интервью Поэтому, на мой взгляд, это не основополагающие факторы Основополагающие факторы не в словах, а в делах Министр выступил с комментариями вскоре после завершения заседания совместного министерского мониторингового комитета в Абудаби На нем члены и союзники ОПЕК договорились попросить страны, увеличивающие добычу нефти сверх нормы, вернуться к согласованным объемам Коалиция в составе членов ОПЕК и партнеров этой организации, не входящих в ее состав, ее иногда называют ОПЕК+, проведет следующую встречу в Вене в начале декабря На ней будет решаться вопрос о том, нужны ли какие-то дальнейшие действия для стабилизации нефтяных рынков в 2020 году В этом году ОПЕК с большим трудом удерживает цены, поскольку добыча нефти в США увеличивается, а темпы роста мировой экономики замедляются Это вызывает определенные сомнения в том, что ОПЕК+, действительно оказывает серьезное влияние на нефтяные рынки Нефтяные цены ОПЕК, состоящие из самых влиятельных нефтедобывающих стран мира, в начале 2019 года договорилась о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день Эта договоренность пришла на смену предыдущей, в рамках которой сокращение добычи началось в январе 2017 года Некоторые стран ОПЕК, скажем, Ирак и Нигерия, в последние месяцы превышают квоты по добыче Сидя в четверг на пресс-конференции рядом с иракским министром нефти Тамиром Гадбаном Тамир Гадбан, Нават подчеркнул исключительную важность того, чтобы все члены, давшие согласие на ограничение добычи в рамках ОПЕК, в полной мере выполняли взятые на себя обязательства Гадбан пообещал, что Ирак с 1 октября сократит добычу, чтобы добиться полного выполнения договоренности В четверг вечером цены на нефть марки Brent, являющейся международным ориентиром, составили 59,59 доллара за баррель, снизившись на 2 с лишним процента Цена на западную техасскую среднюю нефть, УТИ, опустилась на 1,8% до 54,76 доллара за баррель Фьючерсы на марку Brent с апрельского пика опустились более чем на 18%, а НУТИ за тот же период упали на 15% Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова